Приветствую вас, Александр! То, что вы написали мне напрямую не адресованы, вот у вас нет ощущения, что вы задаете вопрос. У меня есть ощущение, что вы задаете вопрос именно с психологом, совсем скорее такое чувство, что вы как будто бы спрашиваете конкретного человека, но не задаете вопрос. Мне кажется, что глобально то, что вы делаете сейчас, то, чем вы занимаетесь сейчас, мне кажется, деструктивная достаточно история, потому что это попытка найти право своих виноватых. Это попытка отстоять свою правоту, как мне кажется, как мне показалось. Совершенно безперспективно в своем опыте, в своей практике я ни разу. Можете ли себе представить, ни разу не видел, что бы приносило какую-то пользу? Подобная политика, подобная практика имеется в виду практика, когда человек пытается оперировать такими категориями, как прав виноват и так далее. указывает своя правила. И в данном случае, мне кажется, что это не исключительно. Но в данном случае не исключительно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, как мне кажется, чтобы не доказывать правоту кого-либо, кто брат, а стараться чувствовать и слышать себя. Понимаете? Вот. Сейчас, по моим ощущениям, вы хотите одобрение. поддержки. И в какой-то степени это нормально. Ну, я не буду, это нормально, что вам хочется этого. Хочется поддержки. Я имею ввиду. Это абсолютно нормально. Но, есть момент, значит, потом, что это делает вас зависим. К сожалению. Вот. Надо бы, надо бы посмотреть на вас как на самостоятельную единицу, мне кажется, это было бы куда лучше, эффективнее, полезнее для вас. Конечно, при том условии, если вы этого хотите, вам этого хочется. Вот. Ну, я имею ввиду, если, если вам это интересно. Да? Если вам интересно то, чем, допустим, я говорю, вот. Если вам это надо, грубо говоря, вот, потому что, если вам это не нужно, то, ну, как бы, вот. Тогда, правда, возникает вопрос, да, конечно, в каком-то случае. А для чего вы обращаетесь? Ну, а для чего вы обращаетесь тогда? К, ну, психологу. Зачем тогда вам психолог? Для чего тогда вы обращаетесь? Ну, вот, условно говоря, сейчас к нам? Это то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить с точки зрения терапии, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. Вот. Это то, что я могу вам сказать сейчас, на данный момент, по крайней мере. Вот. То, что, ну, то, что вот, хочу. То есть вы довольно, как мне кажется, зависимым. От, ну, довольно зависимым от окружающих людей. От своих, ну, от своих близких. И, мне кажется, это может быть проблема. Мне кажется, это может быть серьезная проблема для вас. Вот. То, что я могу вам ответить с точки зрения психотерапии. То есть понятно, да, что есть, ну, понятно, что есть нюансы, некоторые, некоторые важные аспекты, на которые нужно обратить внимание, внимание, вам. Вот. Ну, пока что, пока что вот так. Понятно, да? Понимаете, что, понимаете, о чем, что я имею в виду все. Вот. Ага. Вот так. То есть, с чем бы я поработал? С чем бы я поработал? С чем бы я поработал? А я бы поработал в первую очередь, наверное, наверное, с вашими, личными границами. Я бы поработал. Потому что мне кажется, что именно проблема личных границ ваших, это то, что составляет сейчас вашу проблему, как мне кажется. Проблема не отделения себя от людей других, от ваших близких в том числе. Это, мне кажется, действительно важная проблематика. И на это, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Что это значит? Ну, в первую очередь это означает отделение себя, ну психологическое отделение себя от других людей. Вот то, что я могу вам сказать с точки времени, к психологу. На данный момент. Пока что. То, что вы говорите про содержание, про пребывание вашей мамы, говорит о конфликте с родителем. Тема эта отдельная, тема это непростая, тема это достаточно. достаточно сложно для человека. Вот. Тема эта проблематичная для человека, как правило. И, на мой взгляд, также нуждается в проработке. Для всех, что нуждается эта тема в проработке. Чтобы на вас не влиял. Вот. Мне кажется, что ваша такая вот потребность в защите. Вот. То есть, условно говоря, то, что вы нуждаетесь в защите. То, что вы вот транслируете этот вот мысль, что мне нужна защита, я хочу защиту. Вот. Я сама не справляюсь. Мне тяжело. Мне тяжело больно. Тревожно. Самой. И так далее. Вот. Мне кажется, что вот этот момент, он очень важен. Потому что... Ну. Можно. На этом моменте, на этом моменте, можно, как бы, начать процесс перемен ваших. Вот. Если вы хотите, конечно, этого. Если вам интересно, конечно. Вот. Потому что тут есть ваша удивимость. И, как мне кажется, не умея с ней, с удивимостью обращаться. Вот. И мне кажется, что задача психолога, как раз, такие, вас научить этому. Научить тому, чтобы вы умели обращаться к своей удивительности, не бежали от нее, не сытились ее и так далее. Вот. А сейчас, мне кажется, вы тем занимаетесь, что избегаете ее. Ну, то есть, избегаете того, что мы называем уязвимостью, того, что мы называем искренностью, того, что мы называем открытостью, того, что мы называем чувственностью и так далее. Вот. Вы этого избегаете. Почему? Потому что больно, больно, потому что тревожно, потому что, в какой-то степени, мне кажется, есть осуждение. Вот. Ну, вы как бы чувствуете, знаете, что досуждение есть, что оно присутствует, что оно имеет место быть. Вот. И это сложно, это тяжело, это болезненно. Вот. Для вас. Ну. Все корректируется. Как мне кажется. Вот. Все можно скорректировать. Вот. И... В принципе, скорректировать можно и вот этот момент. Тоже. Тоже. Его тоже можно скорректировать. Вот. Главное, чтобы вам этого хотелось. То есть вы не можете говорить, что я не могу сделать того, что вы не советуете. Ага. Ну, никто не говорит, что вы прямо должны сделать. Да? То есть... Мне кажется, что вот так или иначе, есть... Некоторые ограничения, вот, могут быть с вашей, в том числе, у страны, некоторые ограничения, как мне кажется. Вот. Поэтому... Поэтому... Бояться того, что вы чего-то, ну, чего-то не сможете, мне кажется. А... Нужно. Нужно этого бояться. А... Нужно... приняться себе. А... В том, например, что... Чего-то... А... Вы не можете. Что... Что-то вам... А... Что-то вам... Не по силам. А вот. А что-то у вас не получается. И это... Абсолютно нормально. Нормально. Что-то у вас что-то не получается. Это абсолютная норма. Абсолютно. Вот. Другой вопрос. А... Что-то вы... С этим делаете. Да? Как вы, условно говоря, с этим обращаетесь? вот это вот все гораздо более, более такой важный аспект, потому что если вы обращаетесь с этим, ну, если вы обращаетесь с этим пренебрежительно, то нет, нет ничего, удивительно в том, что у вас чего-то не получается, вот, например, вот, это все закономерно, поэтому я бы рекомендовал вам посмотреть на эту ситуацию, с какой позиции, да, вот, с какой точки зрения я бы рекомендовал посмотреть на это с точки зрения того, что вам хочется, с точки зрения того, что вам нужно, с точки зрения того, в чем вы нуждаетесь, вот, ну и дальше уже можно будет о чем-то говорить, дальше можно будет, ну, как бы, куда-то направляться, да, то есть можно будет что-то вам рекомендовать, вот, а пока что, к сожалению, все достаточно, ну, вот, так вот, неопределенно, неопределенно, я бы сказал, все достаточно неопределенно, вот, хотя, безусловно, решаемо, вот, но повторюсь, здесь сложность в том, что я пока что не очень понимаю, насколько вы готовы, да, то есть вот готовы ли вы вообще к тому, чтобы, там, заниматься терапией, хотели бы, к тому, чтобы меняться, например, хотите ли вы меняться, я вот этого пока что не понимаю, ну, потому что, как бы, нет информации про вас, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, я думаю, что, пообщавшись с специалистом, вы сможете как-то вот лучше понять этот момент, вот, возможно, для себя лучше определить этот момент, но опять же, это только лишь моя такая позиция, то, как кажется мне, а может быть у вас есть другое мнение на этот счет, и я я не хотел бы его это мнение как-то вот оспаривать, поэтому оставляю на ваше усмотрение, вот, то, что, то, что вот вы написали, да, и могу только лишь надеяться на то, что вы захотите что-то в своей жизни поменять, надеюсь, что вам захочется что-то в своей жизни изменить, надеюсь, что вы захотите как-то меняться. и если вы захотите меняться как раз, то в этом вам психолог с радостью поможет. вот, ну, на этом все, удачи вам всего самого доброго, надеюсь, что ситуация будет разрешена. завершена 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 Продолжение следует...